За 10 дней саровчане отдали в руки мошенников более 4,5 миллионов рублей. За прошлый год жители Нижегородской области пополнили карман злоумышленников более чем на миллиард рублей. Такие цифры приводит начальник межмуниципального управления МВД по Сарову Андрей Чернышев. Горожане почти каждый день обращаются в дежурную часть с заявлениями о мошенничестве. Схема обмана почти одна и та же. На телефон мобильный житель нашего города осуществляют звонки. Они представляются либо работниками банковских организаций, либо работниками Центрального банка, либо сотрудниками правоохранительных органов. И сообщают, что произошел неправомерный доступ к персональным данным гражданина. Липовые сотрудники банка или полиции поясняют, чтобы сохранить свои деньги от злоумышленников, человеку необходимо перевести средства на резервный счет. Часто преступники вынуждают доверчивых граждан оформить кредиты и также перевести деньги на безопасный счет. Еще один распространенный способ, к которому прибегают мошенники – специальные программы и приложения. С их помощью преступники получают дистанционный доступ к телефону человека. Мошенники просят установить специальное программное обеспечение из плей-маркета. Программу, которая либо получает дистанционный доступ к устройству гражданина, и уже без ведома гражданина денежные средства похищаются с его банковских счетов. Либо программа, с помощью которой можно дистанционно видеть так называемое зеркало, что происходит на экране гражданина. При расследовании уголовных дел сотрудники УВД устанавливают, что большинство подобных телефонных звонков приходят с Украины. Соответственно, все деньги также уходят за территорию России. Поэтому вернуть средства потерпевшим невозможно. Ни сотрудники банка, ни тем более центробанка не будут никогда выяснять вопросы по поводу оформления кредитов на гражданина каких-то, проведения каких-то операций, спецопераций по поимке мошенников, по переводу денежных средств гражданина тем более, на какие-то резервные счета. Запомните, что настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут выяснять важные вопросы по телефону и тем более просить сообщать персональные данные. В руках мошенников может быть много личной информации о человеке, вплоть до того, когда и какую сумму он положил на свою банковскую карту. Поэтому будьте бдительными и не доверяйте всему, что говорят вам на том конце трубки.